Доброе утро! Информационная программа нашей новости начинает свою работу в эфире. В студии Евгения Даровская и Василия Морозов. Здравствуйте! Объемы торговли Алтайского края и Казахстана в ближайшее время ощутимо вырастут. Резко подешевевшие относительно доллара и даже рубля валюта соседней республики Тенге сделало выгодным сотрудничество казахстанских предприятий с российскими. А с партнерами из приграничных регионов особенно. В частности, алтайский производитель картонной тары уже ощутил рост интереса к своей продукции. Казахов привлекает транспортная доступность и невысокая долларовая составляющая. Отношение Тенге к доллару, Тенге к рублю, оно стало интересно в сторону рубля. Ну и, соответственно, в сторону российских товаров. Мы эту динамику чувствуем, того, что казахские покупатели, казахские производственники, им интересны наши условия. Как говорят предприниматели, подешевевший Тенге позволит увеличить объемы торговли не только с Казахстаном. Также алтайские компании получат возможность более массированно взаимодействовать с партнерами из Киргизии и других стран Средней Азии. Отремонтируйте перекресток. Жители нескольких домов на Павловском тракте в Барнауле обратились в нашу редакцию с просьбой рассказать о дорожном коллапсе. Так они называют единственный выезд из своих дворов на федеральную магистраль. На месте побывал наш корреспондент Алексей Янкин и попытался разобраться, почему никто не берется за ремонт перекрестка. Малый Павловский тракт, район улицы Бабуркина. На этом перекрестке сходятся пути, ведущие в город сразу из нескольких многоквартирных домов. 209, 221 и других, а также из гаражного кооператива. Движение автомобилей днем не останавливается ни на минуту, несмотря на ухабы и ямы. Плачь, ну езжай, так говорят про этот перекресток водители. Каждый день езжу, подвеска уже не выдерживает. Постоянно приходится ехать очень медленно, потому что дорога разбитая, а зимой это связано полностью, что можно забуксовать. Особенно машина, если обычная, то приходится назад сдавать, разгоняться и тогда уже можно проехать это. То есть это и аварийно опасно получается. Надо хорошо с рулем справляться, чтобы не зацепить другую машину. Ирина ежедневно по нескольку раз проезжает перекресток. Пять лет, сколько живет в этом районе, говорит, его ни разу не ремонтировали. В прокуратуре, куда обращалась женщина, однозначно объяснили. Выезд на федеральную трассу должен быть отремонтирован. Но в администрации индустриального района, со слов Ирины, перекресток в реестре дорог не нашли. А еще добавили, что денег все равно нет. Я думаю, что просто нужно властям разобраться в этом вопросе и определиться. Если это, значит, территория муниципалитета, значит, будьте, пожалуйста, добры, сделайте этот перекресток. Если это территория дома, который расположен по Павловскому тракту 221, ну, каким-то образом, пусть они это сделают. Ну, кто-нибудь пусть сделает. Бесхозные дороги, как выясняется, в Барнауле не редкость. Предприниматели с улицы Гридасова вынуждены в Склачину засыпать щебнем отдельные участки. Но из-за воды и грузовых машин ухабы и ямы образуются вновь и вновь. Такие участки город берет на свой баланс только согласно установленному порядку. Пояснили в профильном комитете. Процесс небыстрый. Оперативная внеочередная помощь возможна, но при наличии финансов. А их, как известно, всегда не хватает. На балансе комитета именно этого участка улицы Бабуркина, конечно, не числится. Он числится как проезд в дворовую территорию. Конечно, съездим с эксплуатирующей организацией НБУ «Автодорсстрой» и посмотрим, какие меры можно принять. О каком объеме выполнение работы идет впереди. На этой неделе определимся, я думаю, по возможным мерам производства работ на данном участке. Ну, а что касается промзоны улицы Гридасова, тем, кто ездит по проблемной дороге, придется подождать. Неопределенно долго. В Дорожном комитете сообщили, что в этом году средств на ее ремонт точно не предусмотрено. Алексей Янкин, Александр Морозов, Николай Шелко. Наши новости. В Змеиногорской центральной районной больнице появился новый реанимобиль. УАЗик обошелся в 550 тысяч рублей, причем приобрели его на средства местной ЦРБ. Машина будет обслуживать не только райцентр, но и четыре отдаленных поселка. Локоток, Тушкани, Хаатрада и Предгорный. Отметенно сейчас в районе реконструируют ФАП и саму районную больницу. Здесь надеются, что все эти меры в скором времени повысят качество медицины в Змеиногорске. Зимой бывает очень трудно попасть не только с больницы, но и с хлебом и так далее. Приходится из Рубцовска возить и все. Ну, надеемся, что на этой машине они на новой все-таки будут и почаще выезжать и смогут пробиться. Спасибо всем большое. Очередь в полсотни человек выстраивается в Бийске по ночам. И не в ночной клуб, а в обычную детскую поликлинику. Все потому, что в самый сезон прохождения врачей перед оформлением ребятишек в школы и садики, часть медиков оказалась в отпусках. Супруг Натальи Ефенской пришел в поликлинику в 4 утра и оказался 50-м в очереди. В итоге ушел без талона. Кто крайний в такой ситуации, неизвестно. Окулист в отпуске его заменяет врач из другой поликлиники. Дают всего 4 талона. И то она принимает не каждый день, а два раза в неделю. Вот мы уже вторую неделю ходим и ночью, и в 5 утра приходим, в 4 утра никак не можем выпасть. Все тщетно. Для решения проблемы по профилактическим осмотрам для детей, поступающих в детские сады и в школы, выход такой есть, что медсестра кабинета окулиста проверяет зрение у ребятишек. Если она обнаруживает, что какие-то есть проблемы, по удаленной регистратуре мы можем этих детей направить в диагностический центр города Бийска. Также у нас есть возможность отправлять в офтальмологическую краевую больницу и в краевую детскую клиническую больницу, где также ведет прием окулиста. Проблема нехватки кадров во второй детской стоит очень остро. Здесь недостаточно не только узких специалистов, но и врачей-педиатров. О ситуации знают в краевом управлении здравоохранения в отделе Бийского межрайонного медицинского округа. Врачей сейчас ищут даже через центр занятости. Кстати, героям нашего сюжета все же удалось получить талон. Юлия Годар, Наши новости. В Алтайском крае начался сезон охоты на дичь. С 29 августа по 30 ноября разрешено отстреливать полевую, степную, болотно-луговую и водоплавающую, а до 31 декабря – боровую дичь. Чтобы сохранить природные ресурсы, определены нормы допустимой добычи. Один охотник имеет право подстреливать 5 уток в день и не более 50 за сезон. Гусей не более 2 в день, перепелов не более 10. Стоит отметить, на территории региона будут проводиться многочисленные рейды и нарушителей правил охоты ждет штраф. Минимальная стоимость охотничьей путевки – 1 тысяча рублей. Есть и более дорогие, с дополнительными услугами. К примеру, путевка со стопроцентной гарантией отстрела лося в сопровождении егеря, разделкой животного и его погрузкой в автомобиль обойдется охотнику в 50 тысяч рублей. Кстати, разрешение на отстрел уток стоимостью 5 тысяч рублей с проживанием в гостинице, сопровождением егеря до персонального места охоты уже раскуплены. Новый творческий сезон в Театре музыкальной комедии открыли сказкой про олененка Бэмби. Накануне премьеры наша съемочная группа побывала на репетиции в костюмах и выяснила, почему рога помогают актерской игре и для чего пришлось вывести на сцену юного исполнителя. В репертуаре Театра музыкальной комедии детские спектакли занимают особое место. Король лев, Маугли, Пеппи, Длин и Чулок. Теперь к ним присоединился и Бэмби. Мультяшный персонаж, знакомый многим, грациозно и уверенно шагнул на подмостке. Правда, еще до вчерашнего дня он был в обычной тренировочной форме, а уже сегодня в шкуре оленя. Михаил Лямин один из исполнителей главной роли. Не так давно в нашей беседе он шутя заявил, оленя сыграть это вам не Гамлета. Это подтвердил и режиссер постановки Константин Яковлев. Это огромный рост, потому что вообще такой материал неуловимый. Задача же Театра состоит в том, чтобы вот как раз всю философию превратить в очень внятный какой-то этюд. Маленький Бэмби познает мир, где надо самому учиться дружить, любить, прощать и радоваться жизни, несмотря ни на что. Сказка, где добро не побеждает зло с помощью волшебства. Лишь пройдя через все испытания, беспомощный олененок станет могучим и величественным принцем леса с большими ветвистыми рогами. Носить рога оказывается не всегда стыдно, порой это даже почетно. Рога это не главное, я так думаю. Главное это как ты их носишь. Напомним, сказка в двух действиях по мотивам книги Феликса Зальтона 30 августа откроет 56 театральный сезон. Ну а следом за Бэмби начнется активная работа над спектаклем для взрослых. 30 октября на сцену театра музыкальной комедии выйдет Труфальдина из Бергама. Елена Кузовкина, Алексей Фризин. Наши новости. Так, как сказал Шекспир, жизнь театра, люди в нем актеры. Что ж, какая бы сложная роль вам сегодня не досталась, пусть финал будет счастливым. Хорошего дня, до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова